Друзья мои, мы находимся в СК Логойске, перед нами Дмитрий, главный агроном хозяйства. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады приветствовать вас на Фермер.рум, на нашем YouTube-канале, на нашем портале. Алексей, спасибо за то, что привез нас в это хозяйство. Дмитрий, рассказывайте, чем хозяйство занимается, сколько у вас всего и что у нас за нашими спинами? Дмитрий, здравствуйте. С Калагойске наше хозяйство находится в Минской области, недалеко от Минска. Земли как бы такие средние по республике, не сильно плодородные, не сильно такие малоурожайные. Хозяйство находится 5 тысяч гектаров земли, то есть у нас очень большое животноводство, у нас 5 тысяч свиней, 2,5 тысячи кроэс. Но мы находимся с силой и возможностей еще заниматься растеневодством на реализацию. То есть семена? Да. То есть не только семена зерновых, семена трав реализуем, рапс весь на реализацию идет. То есть мы стараемся накормить животноводство, основная наша задача, то, что у нас есть. И если большое урожай, допустим, трав, кукурузы, хватает еще площади от зерновых на реализацию, как бы. То есть отдельно в праж засыпаем зерновых, отдельно на реализацию и семена, и семена трав, и рапс. Эти мы получаем очень хороший доход дополнительный, я бы сказал. И все-таки растеневодство это дополнительный доход? Дополнительный. Пока в Бен-Руссии, пока это только дополнительный, потому что это основное. То есть основное животноводство? Да. То есть хозяйственные, которые занимаются животноводством, у них меньше урожайность. То, что в кота хватает, поголовье, их получается вся земля, допустим, банк 5 тысяч гектаров, подвержен только прокормить животноводство. У кого урожайность большая, позволяет лучше сработать, то есть, допустим, на примере нас. У нас 4 тысячи гектаров кормят животноводство, тысячи гектаров мы выращиваем на реализацию, то есть рап, семена трав, семена зерновых. И этим мы получаем очень-очень-очень хороший доход, потому что в последнее время с ценами на растенческую продукцию можно жить просто шикарно, просто наклоняться и поднимать деньги на земле. О как! Это особенность Республики Беларусь вот последних годов. Правильно я понимаю? Наоборот. Вот мы бы пошли по этому пути. В основном все сдвинулись в сторону только животноводства прокормить. И поэтому получается, что последние 2 года мы даже закупаем в краж, чтобы прокормить в России. То есть, про это 2 миллиона тонн зерна там физически не хватает. То есть, видите, фраза звучит, что в Беларуси живет за счет молока. Тот, кто был поглупее, начал строить фермы, хоромы для коров, покупать шарта, добавки, прокормить. И они как бы запустили растенческую сферу. Тот, кто был поумнее, сначала деньги вложил в землю. Потому что с земли мы получим и корм, дешевый по всей стоимости, кроме коров. И тогда уже может быть, что мы живем за счет молока. Поэтому мы пошли другим путем. Вот сейчас посмотрите на линию. Мы влаживаем сначала в растеневодство. И уже животноводство дает отдачу. То есть, мы обеспечиваем себя дешевым, ну, скот наш дешевым, дешевыми кормами, дешевым фаражом зерном. И еще, как я говорил, что очень-очень-очень много хороших денег зарабатывают на организации свиноческой продукции. А Дмитрий, давайте еще раз повторим, сколько скота и какого в хозяйстве? 5 тысяч скалугозий у нас. На этих землях мы содержим 5 тысяч свиней, 2,5 тысячи КРС, из них 1540 дойного стада. А остальное – бычки? Нет, это все. То есть, КРС имеют в виду 2,5 тысячи КРС, это и бычки, и пчелки, и коровы. То есть, общее поголовье, да. Но отдельно бычков на откорм не держат? Есть. Есть, да, бычки отдельно? Отдельная ферма, то есть, где у нас фирмы производства молока, как молочная ферма, одна дана откорма. Без скот у нас не выпасается, без скот содержится круглогично на ферме. Понятно, да, то есть, он беспривязно содержится, да, с выдульными площадками, как мы здесь видим по республике. А, Дмитрий, вопрос такой, скот, который бычки, это от молочных коров бычки? Да. То есть, не специализированный мясной скот, да? Мясных пород на мясо мы не выращиваем, потому что не выгодно нам. Очень не выгодно. Алексей, и расскажите тогда, вкратце, значит, как давно работаете с хозяйством, что за линия тут и так далее. С хозяйством, наверное, работаем мы последние где-то 5 лет. То есть, это и как работа по Макета маленький проект, то есть, там, это комбикормная установочка, там, либо проекты побольше, там, мобильная сушилка. И последний проект, это вот мы поставили семейную линию. Особенность в том, что это здание, бывший у них двора, то есть, здесь располагались ремонтные мастерские. И чтобы не строить новое здание, мы сделали небольшой инжиниринг нашей линии, поменяли расположение оборудования, приспособили те помещения, которые были, с теми высотами, которые были, с теми габаритами. И, в принципе, вместили минимальное оборудование в это здание. Отлично, я думаю, что сегодня мы это все посмотрим. Да, сейчас мы пойдем, я покажу основные машины, которые здесь установлены, кратко о них расскажу. И после вернемся к Дмитрию, и он расскажет про методы сделывания, как они работают с землей, как они поднимают, словно, с земли, земли. Вот это мне очень понравилось. Да, хорошая фраза. Хорошая фраза, поднять деньги с земли, это отлично. Сегодня мы не будем смотреть скот, сегодня мы будем говорить о растеневодстве и о семенной. Линии. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok